По многочисленным обращениям самарцев выезд на дачу разрешается. Однако сделать это можно только на личном транспорте, либо выбрав такси. Общественный транспорт до дач на линии не выйдет. Граждане имеют право в ближайшее время направляться и проживать в этих домах загородных, дачных. А документами, подтверждающими такое право, это будут являться документы, устанавливающие, подтверждающие право собственности на данные жилые помещения. Глава города Елена Лапушкина подчеркнула, что семейный выезд за город не означает отмену режима самоизоляции. Не стоит забывать о мерах безопасности. Режим самоизоляции от этого не меняется. На даче такая же самоизоляция не предполагает больших компаний, не предполагает массовых шашлыков. Это просто отдых человека в кругу своей семьи. Индекс самоизоляции в Самаре упал, поэтому на майские праздники во всех парках, скверах и на площадях вдвое увеличат количество патрулирующих полицейских. Все общественные места ежедневно обрабатывают специальным дезинфицирующим веществом. По такой же схеме обязаны работать все организации в городе. Но не у всех совесть чиста. На сегодняшний день составлен 21 материал по административным правонарушениям. Большинство из этих нерадивых компаний – управляющие организации. Если коммунальщики не обрабатывают подъезд хотя бы один день, то будут обязаны раскошелиться на штраф. Елена Лапушкина призвала усилить контроль за обработкой жилых домов, а также напомниться марцам о необходимости не выходить из дома. Для удобства поживых самарцев, которые находятся в зоне риска, работает городской штаб волонтеров. Позвонив на горячую линию, можно оставить заявку, и волонтер окажет необходимую помощь. Например, сходит в магазин за продуктами. В Самаре работают более 200 добровольцев. Елена Малютина, Мария Левина, Максим Гусев. События.